Всех рада приветствовать на своем канале. Напомню, что меня зовут Нелли, и сегодня я хотела бы вам рассказать об французском нишевом парфюмерном бренде Оренс Парфам. Сразу прошу прощения за такое освещение. Так, сейчас я поправлю немножечко стычку. Снимаю там, где есть возможность. У меня другого света у меня здесь нету, поэтому, ну вот, так как есть. Итак, Оренс – это таинственный сад с великолепными цветами и величественными колоннами. Сами колонны украшены чудесной резьбой и, собственно, драгоценными камнями. Флаконы этого парфюмерного бренда, они напоминают вот эти вот колонны мистического сада. Это такие самостоятельные арт-объекты. Я вставлю, как выглядят, собственно, эти флаконы парфюмерные, потому что вот у меня отливанты. И пока я вот себе не решилась купить флакон, но, возможно, один из ароматов я себе приобрету. Собственно, каждый флакон – это самостоятельный арт-объект, конечно, достойный коллекционирования. Четыре парфюмера когда-то объединились, ну, не когда-то, а с 2018 года бренд существует. Не запомнила фамилии этих парфюмеров, они не особо такие известные, но они, каждый из них вдохновился историей великолепного сада Эдема и, собственно, цветущими садами Семираиби. Ну и так, давайте. Первый аромат, мне кажется, что он самый популярный у марки – это Кальс Субтиль. Давайте я буду, вот у меня есть такой красивый настоящий цветочек, но он ничем не пахнет. Я думаю, что я вот по веточке оторву и буду на него наносить ароматы, за место блотеров. Итак, вот Кальс Субтиль. Восточно-цветочная композиция, 21-го года аромат. Здесь чем он примечателен? Я вот не встречала такой ноты до этого. Это нота бархатцев вкупе с амброй, потом добавлены еще туда сахар, цветочные какие-то ноты и в базе мох и мускус. Этот аромат, сейчас вам скажу, ну, собственно, как я уже и сказала, что самым популярным брендом является. Это категория ароматов, которые совершенно точно можно брать вслепую. Восточное направление такое в европейском исполнении. Ну, очень красивый, очень приятный. Бархатцы как таковые, если не знать, что здесь бархатцы, они не слышатся. Но цветок этот очень популярен. У нас, наверное, хозяйки, имеющие дачи, либо загородные дома, все садят эти цветочки такие коричнево-оранжевые. Здесь вот для меня лично слышен какой-то, не знаю, больше такой шелковисто-пряный аромат какой-то цветов с добавлением вот этих вот нот сахара. Некоторые говорят, что здесь вот заявлена нота сахарной ваты, не столько сахара, сколько сахарной ваты. И вот это вот амбровое сердце, такое перетекающее в мягкую, теплую базу композиции с лесным запахом, могу сказать, дубо-мха и такого шершавого мускуса. Вы знаете, он чем-то вот в одной категории из флёра наркотик, потому что вот какой-то вот этот запах бархатцев, он даёт какое-то такое османтусово-персиковое направление. Поэтому ароматы, поэтому понятно, собственно, почему он самый популярный у бренда. Очень интересная, лёгкая, цветочная, женственная композиция. Итак, это был Калис Суптиль, 21-й год, Орель Спортфан. Дальше, давайте вот ещё по цветочкам разделю на два. Ну, давайте, наверное, с аромата 2018 года, он диэдезий, он называется. Здесь такой малиново-бергамотный старт с удоворозно-имбирным сердцем в базе в таком мускус-ванильном облаке. Ну, это ориентальный древесный аромат, вот с брызгами солнечных фруктов. Раскрывается он, сейчас скажу вам, этот мускус на ложе из чувственного, из чувственной манящей ванили. Вот мне хочется как-то красиво его описать. То есть, тоже очень интересный аромат, тоже один из, ну, таких достаточно приобретаемых часто ароматов. Он для меня лично, когда я его в первый раз услышала, он для меня был запахом абсолютно дорогого уходового средства. Это вот что-то такое прям, ну, такое премиальное, такое, не знаю, хай-люксовое, что ли, направление. Именно какое-то кремовое звучащее. Поэтому, ну, завораживающее очень. Я считаю, что вот на этот аромат тоже обязательно стоит обратить внимание. Очень привлекательно и интересно. Слушайте, на цветке очень интересно эти ароматы раскрываются немножечко даже по-другому, нежели вот на блотере, либо на коже. Ну, и последний, собственно, аромат. Очень коротко я постараюсь, потому что все равно никто полноценное видео, ну, особенно у меня, не смотрит. Поэтому, ну, как бы, давайте покороче буду. Сэрдиден. Это аромат 21-го года. Ну, собственно, вот раз марка была в 18-м году сделана. Вот 21-й год и такой вот старт нескольких ароматов. Это восточно-цветочная композиция. Здесь уже Дороти мемуар. Господи, простите, Дороти поет, которая сделала мемуар у Аммажа. Думаю, одновременно о парфюмерии и парамальсе, таком популярном, который она сделала. Ну, вот, ну, ее либо можно еще Дороти пью. Кто-то вот поет, кто-то пью, называет. Дороти пью, в общем, мемуар у Аммажа сделала. И вот Сэрдиден тоже сделала она. Здесь у нас гриппфрут, танжерин в верхах. Перец там в верхах заявлен. Сейчас еще вспомню. В нотах сердца здесь кедр, роза, ветивер и лилия, самое главное, потому что, ну, как бы, вот необычное какое-то звучание. Не такое стандартное, знаете, розовое, ветиверовое, кедровое. И база здесь стирекс, сандал, лабданум и ваниль. Ну, стартует он такими пряными нотами, такие ветиверы, кедровое, купаж, я бы сказала. Звучание у него очень восточное, необычное, такое лекарственно-бальзамическое. Поэтому я думаю, что вот этот аромат будет, ну, не таким популярным, как предыдущие два, потому что, ну, я думаю, что не все смогут оценить, потому что у него такое достаточно перечно-горькое звучание. Мне он очень понравился, я вот его с удовольствием большим ношу. Кстати, технические характеристики у бренда на высоте, в принципе, достаточно, наверное, даже одного нанесения, чтобы и диффузия, и шлейф были прекрасными. Но если вы два-три нанесете, то прям вот вы после себя, после вкуса и след оставите однозначно. Поэтому, ну, вот я сегодня всего лишь три аромата описываю, но я считаю, что эта марка однозначно заслуживает внимания парфлюбителей и вообще, собственно, парфюмерного сообщества, и не только, и людей, которые просто любят приятно пахнуть, так сказать, особенно первые два аромата. Вот Сер Диден, это, конечно, такой своеобразный, совершенно не люксовое звучание, у него абсолютно нишевое. Ну, попробуйте, пожалуйста, что-то из этого, или, может быть, вы уже попробовали, мне было бы интересно узнать ваше мнение. Ну и до новых встреч!